Всем привет, меня зовут Артур и в этом ролике хотелось бы вам рассказать мой путь шамана на проекте вовсерус x5. Почему выбрал именно этого шамана, почему именно рестор шамана я расскажу вам в этом видео. Так что наливай горячие напитки, бери какие-нибудь вкусняшки, ну и мы начинаем. Начнем наверное с того, почему я выбрал именно рестор шамана. В All of the Craft я играю очень давно, играл уже на многих классах, на многих спеках, но никогда не играл на рестор шамане. Для меня рестор шаман казался какой-то знаете сложный класс, неудобный класс. Для меня всегда была такая опасность, что я не разберусь в тотемах, я не пойму как им хилить и так далее. Но как я ошибался. Вот и создаю я шамана, выбираю я себе расу драктиров, потому что мне показалось, что у драктиров есть неплохие расовые способности. И поэтому остановился на этом выборе. В будущем хочу я выбрать себе расу зандаларов. И путь мой шамана начинается с острова драктиров, который называется Андракис. Тут у нас задача сделать стартовую цепочку квестов, чтобы мы вышли с этого острова. Ну и первым делом я взялся за настройку аддонов. Я себе настроил L-Wise, копировал профиль, я себе настроил V-Cauros и в целом замбидил себе кнопки для своего удобства. А также я купил себе некоторые наследуемые вещи. Это плечи, грудь, оружие и аксессуары, чтобы прокачка была быстрее и в целом было проще выкачиваться. Но далее я пошел делать квесты на стартовую локацию драктиров. Как оказалось, квестов на этой локации было не так уж и много. Ну а что касаемо времени, я потратил очень мало. И вот я получаю уже новые способности. И смотря на них, я понимаю, что я не понимаю ровным счетом ничего. Что они делают, для чего они нужны. И меня немножко это волнует и тревожит. Для меня был этот класс настолько интересный, что я даже не заметил, как быстро идет время и как быстро сдаются квесты. Некоторые квесты для меня оказались непонятны. Я читал не один раз и я не понимал, что делать здесь. Потому что на локации драктиров я выкачиваюсь в первый раз. Ну и в итоге я несколько раз подумал, почитал и понял, как это делается. Я даже не заметил, как быстро я получаю уровни. И вот я иду, сдаю квесты и я получаю буквально уже десятый уровень. Что действительно, меня на самом деле это очень сильно удивило. Первый десятый уровень, который я получил на острове Андракис. Квесты выполнялись одним за другим. Прокачка шла, ну, очень быстро, что меня на самом деле очень сильно удивило. А также я купил себе эликсир Откровения. Эликсир Откровения можно купить за очки голосования. Вам просто нужно взять и проголосовать за серию в личном кабинете. И вы получите очки голосования. Эликсир Откровения стоит 2 очка. И вы получаете с одного эликсира это баф на 100% к опыту на 2 часа. И вот я полетаю, чтобы сдать очередной квест. И я получаю свой первый тотем на рестор Шамана. Я пока что не понимаю ничего, что вообще, для чего он нужен. Но впереди нас ждет много интересного. И вот я получаю свой 20 уровень. Дальше будет больше. Я сдаю свой последний квест на этой локации. У меня стоит выбор. За Орду или за Альянс. Но выбор очевиден. Ну, а потом я отправляюсь в Аргримар. Ну, если бы точнее в Доротар. И с стартовой локации я уже выхожу 21 уровня. Это говорит о том, что я уже могу уходить в подземелья. Потому что они доступны с 15 уровня. И тут начинается у нас самое интересное, ребят. Я захожу в способности и ровным счетом не понимаю ничего, что мне дает то или иное заклинание. Я вроде бы что-то тыкаю. Мне кто-то подсказывает. Надо взять это, это, это. А в голове у меня ветер. Я не понимаю, как играть на этом рестор Шамане. Потому что, как я ранее говорил, у меня большое опасение, что я не справлюсь. Я не справлюсь с тотемами и прочее. Но спасибо ребятам, что мне подсказали, как нужно играть за рестор Шамана. И вот я настроил свое некоторое исцеляющее заклинание, чтобы можно было спокойно и удобно хилить. Я использовал данный кликви, что помогает мне с помощью мышки хилить участников группы или же рейда. Далее я отправился в Аргримар, чтобы обозначить там свой камушек. Для чего это делается? Чтобы в любой момент, где бы я не был, я могу нажать на свой камень в инвентаре и оказаться в Аргримаре. Но далее я отправился на аукцион и купил себе несколько сумочек, чтобы было как можно больше у меня слотов под мусор, под шмотки, под какой-то ресурс, который в будущем я могу выставить на аукцион. Потом я пошел к кучелям профессии. Я себе взял горное дело с эти шкурой травмничества. Как мне кажется, когда ты делаешь квесты, ты можешь лутать траву, выкапывать опять же шруду и снимать шкуру с мобов. Потом эти все ресурсы ты можешь выставить на аукцион и поднять с этого неплохо так золото. Ну а следующий мы пошли в подземелье. Я собрал группу, мы пошли. И первое подземелье наша крепость темного клыка. Я там сразу же подошел, взял квестики. И, собственно говоря, пошли мы закрывать. Я на самом деле очень волновался, потому что не понимаю тотемы, чем хилить и так далее. Но оказывается, это все так просто. Я вообще не понимал, что мне нужно нажать, как мне нужно хилить. Но у меня было заклинание малого наисцеления. Я, в принципе, и хилил, и я восполнял здоровье группе. И этого было достаточно. Также нажимал какие-то ауры, какие-то кнопочки, какие-то заклинания. Но это было для меня вообще ничего не понятно. Я даже старался нажимать тотемы, что многие с меня смеялись и говорили, это неправильно, это делать не нужно. Но в голове у меня был просто вот буря эмоций. Мне очень нравился этот класс, что я одним заклинанием могу хилить, в принципе, абсолютно всех. И этим моментом меня заинтересовал рестер-шаман. Спустя 10 минут времени мы закрываем первое мое подземелье. И получаю я оттуда 6 уровней, что довольно-таки неплохо для начала. И мы сразу же продолжаем идти в следующий данж. Следующие подземелья на очереди у нас были лабиринты иглошкурых. Хоть это и довольно-таки долгое подземелье, но мы настолько прошли его быстро, что я лично не заметил, как и прошло 20 минут времени. Что очень круто. У нас была пати настолько сильная, что мы закрывали подземелье один за другим. И вот мы убиваем последнего босса в этом подземелье. И вуаля, я уже 32 уровень. Я даже не успеваю следить за своими заклинаниями, что у меня открывается. Я не успеваю убирать что-то в талантах. Сам факт, что мы очень быстро качаемся. Мне падают какие-то шмотки. Я их открываю, одеваю, принимаю квесты, не понимаю, что я делаю, потому что мы идем быстро. И хочется как можно быстрее получить 80 уровень. Подземелья закрывались одним за другим. Сначала мы закрыли курганный иглошкурых. Потом мы закрыли марадон. Подземелья настолько закрывались быстро, что я даже не заметил, как мы быстро закрыли зулфараг. И тут я уже 48 уровень. На одном дыхании я получил 51 уровень. Я даже не заметил, как летит время. И тут на очереди подземелья глубины Черной горы. Я даже не заметил, как я получил свои стартовые вещи. Мы ходили подземелья одним за другим. Я одевал вещи. Я прокачивал способности на ходу. Но сам факт, что у меня уже есть начальный шмот для моего рестор-шамана. И вот мы проходим очередное подземелье. И я уже 60 уровень. Я не понимаю, что надо как-то раскидать что-то в талантах. Надо что-то сделать. Какие-то символы поставить. Но это все нас ждет впереди. Я отправился на аукцион, чтобы выставить какие-то шмотки, какие-то ресурсы, что мы выбили в подземелье. На самом деле шмота было много. Я удивился, как много мы всего нафармили. Также я вам советую использовать аддон-аукционатор, который сканирует цену на тот или иной ресурс, на ту или иную шмотку. И вот я выставил весь хлам на аукцион. Какие-то шмотки выручил в районе 270 голды. Что для старта я считаю это неплохо. То есть я за эту сумму могу купить какие-то сумочки, какие-то символы на своего ресторшамана или же какие-то шмотки. Я считаю это неплохо. Ну и на сегодняшний день мы решили закончить с прокачкой. Мы получили каждый 60 уровень, что для старта я считаю довольно-таки неплохо и оставить статки уровней на следующий день. И вот новый день и новые достижения. Я отправляюсь в Запределе, чтобы начать цепочку квестов, чтобы как можно быстрее получить свой долгожданный 80 уровень. Я беру квест через темный портал и отправляюсь на полуостров адского пламени. Далее я сдаю свои квесты прибытия в Запределе и отправляюсь в Тралмар. Потом я беру новые квесты у этого NPC и отправляюсь к учителям верховой езды. Ну и там конечно же я изучаю, чтобы я мог летать в этой локации. Я иду к NPC, также покупаю у него маунта. Но мне ребята че-то подсказывают, что у драктира есть расовая способность, с помощью которой ты сможешь летать. Это встроенная у драктиров расовая способность. И ты просто нажимаешь на полет и летишь. Получается зря я купил маунта, но ничего страшного, пускай останется для коллекции. Далее я отправился выполнять квесты на этой локации. Я какими-то заклинаниями дамажил, искал в способностях, чем я могу бить. Потому что я привык в принципе уже поднаучился более-менее хилить. И какие-то кнопки я нажимал для меня непонятные. Но квесты выполнялись в принципе не так уж сложно под эликсирчиками, что довольно-таки неплохо. И вот спустя 15 минут времени я иду сдавать квесты. И понимаю, что уровень идет довольно-таки долго. Я выбираю какие-то шмотки, чтобы что-либо одеть. Пускай какие-нибудь шмотки у меня будут. Но прокачка на квестах для меня показалась очень долгая. Мы полетели на арену в Награн. И мы уже в принципе долетали, и тут пройдет у нас подземелье. В этот раз мы идем в Кузню Крови. Пати на мой взгляд показалась довольно-таки хорошей. Я уже настроил вашки, какие-то новые способности выучил. Цепное исцеление, которое кастует АУЕ. Что для старта довольно-таки неплохо. И тут танк идет, агрит большую пачку мобов. Я поставил какие-то тотемы, что-то не дпсят, что-то не хилят. И тут я понял, что у меня есть заклинание цепное исцеление. Я нажимаю на эту кнопку и захиливаю абсолютно всех. И тут я понял. Я нашел свой класс. И вот мой первый босс в Кузне Крови. И паладин влетает, чувствует себя варом и не забирает агр. Тут уже на подлете вар начинает уже какие-то кнопочки нажимать, дпсить, но танк не может забрать агр. Я пытаюсь что-то хилить. Я даю тотемы. У нас кричат, ребята, забери агр, но танк не может справиться. И тут босс дает контроль моему союзнику. Я нажимаю цепное исцеление и варом не получилось захилить. Я переживаю, думаю, я не справлюсь и не справлюсь. Нажимаю кнопки как эпилептик. Оказывается, мы уже убили этого босса. Я даже не заметил, как мы закрыли Кузню Крови, как мы дошли до последнего босса. И я уже 67 уровень. Мы пошли с друидом на арену в Награм, начали брать квесты и убивать наших первых рарников. Ну а тактика с друидом у нас была следующая. Я буду стараться хилить друида, буду хилить себя и при этом как-то стараться наносить урон. И вот мы с друидом доколыпали этого бедолагу и идем сдавать квесты. Мы берем новые квестики, чтобы закрыть арену Награнде. Убиваем ласта, последнего босса на этой арене. Отдельное спасибо Роге, кто пришел и помог нам убить всех вот этих вот рарников. Нам и мешали ребята. Тут у меня стоит выбор, какую может быть шмоточку взять. Но у меня на следы мои вещи и мне отсюда ничего не нужно. Отправляюсь в Борисскую тундру. У нас тут задача получить 74 уровень, чтобы отправиться на арену в Награнд. Квесты я тут сдавал в принципе одним за другим, несмотря на то, что они были какие-то долгие и не особо интересные. И вот мои последние квесты на этой локации, я уже 74. Я понимаю, что я сейчас просто сдам квесты и полетим с вами в Зулдрак. Я полетаю уже к Зулдраку, понимаю, что мне уже квесты с Борисской тундры не нужны. В принципе я их все отменяю и беру все квесты абсолютно в серебряной составе. На все квесты у меня ушло может быть в районе 30 минут. Вот я сдаю свой последний квест и понимаю, что можно полететь на арену в Зулдрак. Мы уже 76 уровень и вот уже чувствуете, вот он уже 80 уровень. Остается совсем чуть-чуть. Мы прилетаем на арену в Награнд, берем квесты и пробуем убить первого нашего рарника. По этому же принципу, как и в Награнде, друид наносит урон, я хилю. И в принципе убиваем этого босса. Но спасибо ребятам, кто помогли нам убить всех этих рарников. И вот наш последний рарник на этой арене. К нам уже прилетели ребята, отдельно им спасибо за это. Помочь нам убить последнего босса. В общей сложности арена заняла нас времени в районе 30 минут. Мы могли бы закрыть это намного быстрее, но там были другие участники, которые также качались вместе с нами и пытались закрыть арену. Я сдаю здесь свой последний квест и я получаю 78 уровень. Пытаюсь что-то раскидать в талантах, но я понимаю, остается каких-то два уровня до 80 левела. И вот я выполняю последний свой квест в надежде, что с этого квеста я получу 80 левел. Я сдаю свое последнее задание и вот он. Долгожданный 80 левел. Это говорит о том, что впереди нас ждет кучу контента. Это подземелье, это рейды, много всего интересного. И в целом, как я буду справляться с захилом на рестор шамане. Я отправляюсь за улдрак, чтобы попасть в Долоран. Я нажимаю этот квест, выполняю и я уже в Долоране. Вот оно. Как долго я ждал этого момента. От себя скажу, что я получил максимальное удовольствие от прокачки этого персонажа от начала и до конца. Поэтому мне интересно будет услышать ваше мнение. Поэтому, если тебе понравилось видео, поддержи его лайком. Напиши комментарий, интересно ли тебе дальше прокачка этого персонажа. Как мы будем ходить в подземелье, как мы будем ходить в рейды в целом. И показать, что такое рестор шаман на проекте WoW Cirrus X5. Это было мое первое видео в таком формате, где я рассказываю путь своего персонажа в игре World of Arcraft. Поэтому отнесись с пониманием. Ну и конечно же, буду признателен твоей критике или же похвале в комментариях. Ну а с вами был Артур. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Субтитры сделал DimaTorzok